Где-то обстреливали иногда, пули прощевали одну стену дома и другую. Вот такая была обстановочка. В Донбассе я уже получил назначение в роту 103-го гвардейника старшим врачом. Тогда у меня получилась медицинская рота, младший врач, фельдшера, сёстры, повозки. Нет, машин в полку не было, но транспорт свой и оснащение было богаче. Пол Европы прошагали пол земли. Слова легендарной песни в полной мере относятся к боевому пути военного врача капитана Волкова. Ну такая судьба у меня, что прошел я и Болгарию, и Румынию, и Венгрию, и Югославию, и Австрию. Достаточно как бы спокойное и уверенное настроение, что все-таки победа будет за нами. Нас вдохновляло сверху наше руководство, что это временно, что это мы, наше дело правое. То есть мы были воспитаны в том, что мы правы, и мы должны победить. Вот так по крупицам добывалась победа. Сражаясь, не щадя себя, отдавая все силы, замерзая в сырых окопах, не доедая и не досыпая, эти люди принесли всему миру долгожданную победу. Спасли человечество от коричневой заразы и дали будущим поколениям жизнь. Это сделали наши деды, защитники нашей Родины. Это сделал русский солдат. Давайте же мы, потомки, будем гордиться этой великой победой и помнить подвиг каждого. Тем более сейчас, когда есть силы, которые хотят забрать нашу победу и подвиг наших дедов. Хотят унизить все то святое, что связано с кровью десятков миллионов наших соотечественников, отдавших свою жизнь, чтобы жили другие. Мы, потомки великого поколения победителей, не позволим топтаться на памяти паршек и не дадим унижать жилых. Победители обращаются к нам, к своим внукам и правнукам. У нас национальный вопрос у нас не стоял, мы все будем делать. Будущему поколению нельзя забывать то, что пережила наша страна. Но надо быть патриотом своей свободной Родины, чтобы оно было достойно своей великой страны. Ветеран и блокадник, два сердца святых, в них и стойкость, вся наша и сила. Говорите всегда, вспоминайте о них, они подвиг великой России. Жесткий век и жестокий им выпал прожить. Путь судьбы их был горем и труден, потому и пришлось горькой долей спить, что хотелось им счастье дать людям. И сейчас, когда годы не красят лица, ветераны еще не сдаются, берегите же их золотые сердца, их дела счастьем нам отзовутся. Золотые сердца! Золотые сердца! А ты меня...